Военно-информационный канал ДАДО-79 представляет Безрадостным для нескольких тысяч военнослужащих войск полиции Армении выдался вчерашний день Хотя на календаре и был красный для полицейских войск день 21 июня День формирования войск полиции Армении, да и сам премьер-министр Никол Пашинян принял участие в праздничном мероприятии, где выступил с бравурными речами Тем не менее, радости армянские военнослужащие внутренних войск отнюдь не испытывали И было отчего Пашинян, в очередной раз выступил с милитаристскими заявлениями Пригрозив в присутствии военнослужащих войск полиции, что всех врагов Армении Будь то внешних или внутренних, ждет безоговорочное и однозначное поражение При этом, он напомнил, что уже год, войска полиции проводят боевое дежурство на армяно-азербайджанской границе И дежурство это будет продолжено И вот здесь у армянских ВВшников настроение испортилось Ведь ждали они совсем другого Например, повышение денежного довольствия Но Пашинян ни словом об этом не обмолвился Но самое главное, ВВшники надеялись, что Пашинян отменит свое прошлогоднее решение об отправке ВВшников Служить на линию армяно-азербайджанского соприкосновения Как мы помним, сделал он это, из-за недокомплекта в армии Однако уже в первые месяцы Осуществление боевого дежурства в оккупированном Карабахе И на армяно-азербайджанской границе Армянские ВВшники поняли, что их тихой и размеренной жизни наступил конец Ведь, одно дело разгонять безоружных И слабо организованных противников власти И совсем другое, оказаться лицом к лицу С хорошо подготовленным и вооруженным Высокомотивированным азербайджанским солдатам Жаждущим броситься в бой Ради освобождения оккупированных армянами территорий А потому, отнюдь неудивительно Что уже с осени прошлого года Многие сотрудники войск полиции Стали массово увольняться из органов полиции Из-за нежелания подвергать свою жизнь опасности в Карабахе И на опасных участках армяно-азербайджанской границы Об этом, в частности, писала армянская газета «Грапарак» По ее данным, десятки сотрудников полиции Разорвали свои контракты И отказались служить в структуре Кроме того, они отказались от причитающихся им Занесения этой службы 32 тысячи драмов Примерно 65 долларов И процесс этот Имеет место быть и сегодня Думаете, Пашинян не в курсе всего этого? В курсе Пашинян надеется на чудо Надеется, что с помощью разложившейся армянской армии И деморализованных ВВшников Он сможет противостоять мощи азербайджанской армии Однако Бегство ВВшников не просто из окопов, но и из полиции в целом Говорит совсем о другом Умирать за чужие для них земли И амбиции Армянских политиков Эти ребята уж точно не желают Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok